Вообще, это довольно отвратительное зрелище. Но ничего, это только час. Только час? То есть ты сейчас только приходишь, да? Не-не-не, это только час, ты вам разма. Я об этом. Так, мы вообще-то с Даней хотели сыграть. Это вот после этого точно Даня. Да, это будет же третья партия с ним. Ну, ничего страшного. Слышал такую поговорку, там, чем бы дитя не совершилось? Угу. Слышу, бесконечно? У нас у меня лишний конь. А, ну то есть он сейчас отыгрывается? Да, видимо отыгрывается, все-таки что-то обидно. А как ты хотел у него отыграть связку мертва? Молодя и четыре. Так. Играл ли кто-то из вас в шиповом комментатором? Олег Анатолий? Я играл много. Упланировать. Он хороший блядцор. Довольно сильный. Особенно учитывая тот факт, что как бы давно не играет в серьезные шахматы. Он неплохой комментатор. Стоит не забывать. Петр тоже неплохой. Не могу сказать, что я большой фанат, но не стоит забывать о том, что его все-таки первопроходится в этом деле. Первопроходится в этом деле. А, какие впечатления? Ну да, как сильный блядцор. В общем, в среднем Сергей Юрьевич меня обыгрывал с небольшим счетом. Это очень скучная партия сейчас. Я знаю, что сейчас будет происходить на миске. Я зернул лудью. Мне кажется, что эта позиция не имеет никакого значения. Так, ну все, Даню. Давайте Даню. В пульку. В турнире она произносится ассистент. Ну, Платон на большой опыт сноса флага. По-моему, он делает это с каждым. Даню. Поднимай Даню. Да, Даня будет последний. На... В отверстии. Нет, почему последний? В отверстии. В отверстии час. Час. В отверстии. А не то, Актем получит по шее. Давайте скинем ребятам немного монеток на пиво и картинг. Никите, побольше оптимизма? Тебе побольше оптимизма пожелали. Мне побольше. Я оптимистичен, как никогда. Да, и... Там просто 12 часов стрима осталось всего 11. Пожелали удачного марафона и... Спасибо. Да. Попросили почаще заниматься такими мероприятиями. Ну, впрочем, я могу тебе вот после этого показать то сообщение, которое пришло. Так. И, кстати, наша шкала по-чуть-чуть заполняется. Уже на 4,99%. Неплохо. Так, опять... Кирилл, сколько ты сказал, что стоит картинг-то в России? А, Евгений Новиков это отправил сообщение. Спасибо Евгению. А теперь... Кирилл просто обязан будет... Ставить невероятно быстрые круги. Слушай, ну, Никит, я не очень люблю машины. Я вот гораздо больше по... Как сказал Евгений... По Клинскому. По велосипеду. Да, по велосипеду у меня тоже не очень удачный опыт. У тебя вообще с чем-нибудь хороший опыт? Ты и с собаками, у тебя плохой опыт. С машиной плохой опыт. У меня есть... Знаешь, какой удачный опыт? Я неплохо играю в Бирпунг. Это да. Это я уже слышу. Тебе надо ли вопрос очень интересный? Правда? Да. Я не могу сейчас посмотреть, почему меня гоняют флаг. Пиво пить вредно. Согласен. Безусловно. Я, Кирилл, уже об этом говорил. Вредно, да, но... Интересно. 50 зрителей, да, отличный результат. К часу дня. Я, кажется, вчера в группе задал вопрос, будет ли 100, но... Смотрим. Пока смотрим. Конечно, нет. Конечно, не принесли. Нет, прочего, прочего наверняка принесли. А конкретно камбэка, но это не серьезно. Камбэк это чисто развлекательная рубрика, причем... На грани фола, если честно. Так, ну... Сложная тактика или блицы с сильными шкматистами, конечно, принесли. Не то, чтобы какую-то запредельную пользу, но... Точно не повредили, по крайней мере. Так, я, знаешь, еще предлагаю. Предлагаю вот сейчас, когда мы закончим... Закончим веселой минутки, зайти на Sports.ru и прочитать блог. И показать нашу команду. По фэнкези. Нет, я свою команду показывать не буду. Просто прочитаю блог. Кого там рекомендуют брать, кого не брать, мне просто интересно. Хорошо. Ты зайдешь, и ты прочитаешь, а я останусь на лечести. Какой вопрос, я не пойму. Сейчас где-то напишет. Что, никто не хочет принимать? Нет, я просто не вызвал. Поэтому никто не принимает. Последняя партия, кстати. Нет, пиво круто, ребята. Особенно после футбола. Но реально. После футбола это очень, 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 очень круто. То есть в раздевалочке парочку бутылок холодненького после интересной игры. Это, ну, даже в кругах профессионалов. Это известная практика. Я ее постоянно применяю. То есть, ну, вот, например, я... От меня это, потому что это вредит здоровью. Ну, вредит, да. Но я вот могу сказать, что даже вот та же сборная России, к примеру, после футбола, ну, вот, это стопроцентная информация. Находишь, что сборная Россия после Евро не самый удачный пример. Хорошо. Особенно для масс. Твои исландцы так же любимы. Мои исландцы, я думаю, свою вот сам исландскую водку скорее принимают. Так, ну... Почему у меня 28 секунд против 45? Потому что это тормоз. Я же тебе объяснял. Почему ты этот вопрос постоянно задаешь? Я не могу свыкнуться с этой мыслью, понимаешь? Слон висит. Ну, там конь, конечно, не стоит, но ладно. Ну, тебе снесут флаг. Отличный окончательный. Нет, нет, я так не думаю. Я очень хорош на секунду. Да почему? Почему нет? Почему не снесут? Нет, задавали вопрос, что все деятельность Феникса не лучшим образом отражается на прогрессе профессионального шахматиста. Я думаю... Ну, я так не думаю. Я сейчас думаю, что она вообще никак не отражается. Неположительно, не отрицательно. Да, действительно плохо. Я, безусловно, за время своего пребывания в Фениксе серьезно спрогрессировал, то есть, как бы, глупо отрицать, но сомневаюсь, что это как раз связано с Фениксом, если честно. А как же мотивация в моем лице? Или в лице Пети? Пети тебе столько анализов отдал своих. Артем, Артем тебе просто в атомную научил играть. Артем, безусловно, усилился, но серьезные классические шахматы. Я тоже усилился на, ну, на 200 пунктов практически за эти два с половиной года я в Фениксе. Но я сильно сомневаюсь, что это каким-то образом связано с Фениксом. Единственное, дебютные лекции все-таки и подготовка к ним немножко... Немножко подняли мне качество дебютной подготовки, как ни странно. Например, в той же Славянке. Вот это, может быть, единственный момент, где это положительно отразилось. Так, ну, давай подведем итоги первого часа. Нет, может, был бы быстрее, а может, был бы медленней. Я сомневаюсь, что это как-то связано. И то, что вместо такой Е4 стал играть Конь Ф3, тоже, наверное, как-то связано с Фениксом. Ну, да. Так, подведем давай итоги первого часа. Ну, какие итоги? Сейчас мы откроем нашу информацию и скажем, сколько мы сыграли партии. Я помню, что мы проиграли две. Так, прошу прощения. Ответь маме, поскажи. Ну, я же не могу, походу, эфира. Скажи. Ты еще 12 часов не сможешь, хотя в сообщении напиши. Так. Ну что, где информация? Так. Информация. Ты ищи 1601. Что ты делаешь? Отсортируй по пульке и найди. 1860. Мы сыграли 22 партии. 20 побед, 2 поражения. Напоминает статистику какого-нибудь... Какого-нибудь... Надаля. На грунте. Нет, мы поскорее какого-нибудь боксера. Причем такого не очень удачного, кстати. Нет, 20 побед, 2 поражения. Ну, это хорошо. Да? Ну, можно. Мы любим боксера.